Итак, добрейший вечерочек, с вами Криптов Тиф и сегодня у нас обзор рынка криптовалют по средней новости за 24 часа, прогноз по биткоину, также обзор новых криптовалют, которые взрывают иностранный ютуб, ну и соответственно разберемся, что у нас происходит по рынку. Что касается рынка криптовалют, небольшой откат, штормит конечно рынок, сейчас у нас непосредственно биткоин торгуется на отметке 3616, нужно отметить, что был у нас сегодня прорыв на 3540 долларов, нужно учесть, что на часовике это очень хорошо видно, как это было практически сегодня вечером. Что нужно отметить и почему так происходит? Ну на самом деле опять-таки манипуляция, попытка сбрить хомячков, попытка опять-таки неумелых трейдеров выкинуть с рынка криптовалют, возможно перед походом наверх или грандиозным падением. Если мы будем говорить о падении, то нужно отметить, что сейчас топовые криптовалюты, хотя нужно признать, что не все уже торгуются похуже, уже эфириум у нас значит, ну прям тут тестируют 112 долларов, вот здесь у нас был пролив прям до 107 долларов, выбивались ордера. И возможно это специально делают, почему? Потому что если мы будем говорить для похода наверх, то действительно понятно, почему так делается, это выбиваются ордера, выбиваются стопы, чтобы опустить ракету наверх. Если мы говорим про падение, с точки зрения того, чтобы было падение, ну я считаю, что вот так вот делать, вот так вот делать, оно не целесообразно совершенно, точно так и с биткоином. То есть когда вот здесь так сделали, что у нас было? У нас был памп и здесь по сути был заработок у нас, ну грубо говоря 200 долларов, да. Если мы говорим, что здесь, здесь тоже будет скорее рост, нежепадение после вот таких у нас непонятных телодвижений на рынке. И биткоин, ну отыграет на 3700 по бирже BetFenix вполне, то есть вероятная цель и вполне легкая к взятию. Что касается шартовых позиций, они снизились и сейчас мы наблюдаем хоть и небольшое снижение, но тем не менее шартовые позиции еще остаются и остаются по состоянию 11 января. Они были, ну примерно в таком же состоянии, правда вот здесь мы опять-таки видели пролив, если брать повторяющуюся историю. Но тем не менее, что касается значит того, какие криптовалюты сейчас новые и которые взорвали конечно же рынок, что это за криптовалюты, это Green и Beam. У меня кстати во дворе были чернокожие братья и их называли Steam и Chief или что-то такое, или Steam и Beam. Но я все время путал и я называл одного Стивом, а другого Beam. И вот Green и Beam это вот что-то нечто такое. Здесь даже в Твиттере некоторые пользователи заявляют, что Zcash это не монета конфиденциальности. Есть только Monero с двумя детьми Green и Beam. Но что касается значит того, какие тут вкусы Zcash или все-таки Monero о вкусах не спорят. Я считаю, что лучше Monero. Но также нужно отметить, что Green и Beam сейчас на CoinMarketCap имеют значит у нас 1784 место. Вот пожалуйста Green. Причем весьма незамысловатый значит значок этой монеты в виде смайла. И переходя например на сайт мы видим все, что написано здесь об этой монете, что она из себя представляет. Это если мы взглянем на Beam, также можем зайти на веб-сайт и посмотреть, что это за монета. Что касается самих монет, у одной Beam это значит эмиссия монет всего 2 миллиона 700 тысяч. Нужно отметить, что это маленькая эмиссия. А вот у Green значит монета, которая у нас имеется, это 1 миллион монет всего доступно. Ну а если мы будем прислушиваться к мнению со стороны разработчиков других монет. Ну вот такой как Litecoin разработчик Чарли выразился и высказался, что криптовалюты Green и Beam имеют больше потенциала, чем биткоин. Ну и нужно напомнить, что на прошлой неделе такую монету как Green позиционировали как одну из самых близких к биткоину монет. Но к сожалению даже массовый пиар не застраховал проекту от падения курса на 98%. Теперь к неяновому продвижению криптовалюты присоединился создатель Litecoin Чарли, скорее всего ему забашляли. И он заявил, что потенциал Green и Beam к масштабируемости в несколько раз превышает технические возможности биткоина. Правда вот конкретно сделать постфактум, выложить почему именно так, выложить какие-то технические особенности этих монет, то он конечно не стал. Он просто делался заявлениями, что это монеты близки к биткоину. Ну также можно в принципе сказать о любой криптовалюте и о любом щиткоине, который выходит на рынок криптовалют. Что касается Green, ну на самом деле я только недавно услышал об этой криптовалюте. Понятное дело, что вот она появилась у нас на CoinMarketCap. И нужно отметить, что здесь не было никакого падения. Видимо это тогда, когда криптовалюта торговалась на других биржах. А нужно отметить, что биржи у нее такие как KuCoin, Hotbit. То есть на самом деле биржи не очень. И понятное дело, что пока что Binance и топовые биржи эти монеты не добавляют. И я думаю, что вы сами догадаетесь почему. Ну и кстати, вот пожалуйста, BIM торгуется на такой бирже как Hotbit. Лично с моей точки зрения, эти монеты конечно очень хорошо вложились в рекламную кампанию. Раз о них даже заговорил разработчик Litecoin Charly. Поэтому я считаю, что они хорошо башляли. Но однако нужно отметить, что у такой криптовалюты как BIM сейчас в торге 5 миллионов 700 тысяч. И это очень даже неплохо. Это говорит о том, что криптовалюта еще может стрельнуть. Но еще будем смотреть. Я считаю, что если покупать эту криптовалюту или пытаться это сделать на Hotbit на этой бирже. Давайте посмотрим, что это за биржа. 98,5 миллионов долларов за последние сутки у нее торги. И на самом деле для меня это биржа, которая тоже ассоциируется возможно с криптопией. То есть какая-то незамысловатая биржа. Ничем не примечательна. Имеет, значит, да, действительно русский интерфейс в бете. Но надо будет смотреть. И нужно конечно очень серьезно подходить к тому, чтобы выбирать биржу. И особенно если вы говорите о том, чтобы хранить сейчас биржу на Hotbit. То не, не, не. Здесь никаких хранений и речи быть не может. Что касается LocalBitcoins, уже обновление вышло о том, что в итоге, значит, было украдено 28 тысяч долларов в биткоине. Ну и, соответственно, здесь пользователи в Reddit пишут о том, что если не ваши ключи, то это не ваши биткоины. То есть речь идет о файле wallet.dat, который имеет с собой ключи. Что касается советника CryptoFund, биткоин превращается в глобальный резервный актив, заявил он. И на самом деле будут две ведущие криптовалюты, которые станут глобальным резервным активом. Это эфириум и биткоин. Что нужно отметить? Лично с моей стороны я считаю, что эфириум навряд ли, потому что имеет неограниченную эмиссию монет. А от биткоин да. Если вы зададите себе вопрос, какая криптовалюта будет с цифровым золотом, то это, конечно же, биткоин, нежели эфириум. То есть эфириум все-таки это бум ICO, это пузырь ICO. А вот биткоин это неплохая и довольно-таки хорошая валюта, которая можно, в принципе, хранить деньги. Но люди с слабыми нервами, даже зайдя сейчас на рынок, они сольют биткоин и не будут ждать никакие ни 4, ни 5, ни 6 тысяч долларов. Потому что я считаю, что сейчас в нынешних реалиях 5 и 6 тысяч долларов это уже что-то заоблачное. Ну и подводя итоги криптовалютного рынка, нужно отметить, что я разыгрываю, кстати, 1 биткоин. Это, во-первых, нужно отметить, что это будет все при достижении 100 тысяч подписчиков на канале. Это, во-вторых, ну и в-третьих, конечно, очень хорошая новость для людей, которые ненавидят рекламу. Я полностью пересмотрел свое, значит, мировоззрение по поводу того, что я рекламирую или что я буду в дальнейшем, в будущем рекламировать. Ну, на самом деле, я сейчас избегаю рекламы и думаю, что так оно и будет. Ну, а с вами был Криптовтеев. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!